Продолжение следует... Ну, пока пару минут, да, пару минут, пока займу вас я на общие вопросы. Ну, во-первых, я прошу тех, кто зашел не первым на наш вебинар, промотать чат в самое начало. Там есть две полезные ссылки. Одна из них на расписание наших вебинаров на первое полугодие 2017 года. Я рекомендую вам открыть это расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой из вебинаров, который состоится до середины июня этого года. То есть у нас такое достаточно продвинутое расписание. Конечно, какие-то вебинары могут перенестись, но в целом это расписание уже выверенное и согласованное. Вот. И второе, сразу отвечаю на вопрос, один из самых частых вопросов, будет ли запись этого вебинара. Да, запись этого вебинара будет. И запись вебинара точно так же, как и записи всех предыдущих вебинаров, вы можете посмотреть на нашем видеоканале на YouTube. Его ссылочка тоже приведена. Пожалуйста, пользуйтесь этим каналом в качестве такого контентного контейнера, в котором располагается большое количество учебной информации по всем вопросам, по которым у нас проводятся вебинары в компании Direct Media. Коллеги, ну и я хотел бы представить вам завтрашний наш вебинар, который будет вести заместитель генерального директора компании Direct Media Олег Молодецкий. Олег Владимирович, вот так вот называется наш вебинар. Посвящен он вопросам комплектования электронной библиотечной системы, университетской библиотеки онлайн, как выгодно, как это лучше сделать для вуза, как удобнее и так далее. Ну и записаться на этот вебинар можно по вот этой вот ссылке, которую я сейчас тоже опубликую в нашем чате с вами. Переходим к сегодняшнему вебинару. Материалы сегодняшнего вебинара вы можете скачать в окошечке ресурсы. Если кто-то первый раз звук тормозит, у всех звук тормозит или только у Ольги Вячеславовны? Напишите, да или нет. Не тормозит. Ну, понятно. Вопрос такой, это очень сильно зависит, во-первых, от вашего канала, а во-вторых, от загруженности сервера Мирополиса. Ну, так как у всех вроде бы нормальный звук, значит это не второе, а скорее всего первое. Ну, надеюсь, это пройдет. Коллеги, итак, чтобы скачать презентацию, рассказываю для тех, кто никогда это не делал. Если у вас не открыто справа окошечко ресурсы, то нажимайте вот в этом направлении. Есть кнопочка в виде открытой папочки. Такой там ряд кнопок, поднятая рука, желтый смайлик и следующая открытая папочка. Вот при нажатии на эту кнопочку последовательно пропадает или появляется окошко ресурсы. Сейчас я сотру свою стрелочку, чтобы больше она не мешала. И последнее, что я хочу сказать, это то, что все слушатели сегодняшнего вебинара, как и всех наших вебинаров, получат электронный сертификат. Электронный сертификат вы получите по почте, точнее по почте вы получите уведомление о том, что можете получить электронный сертификат. Перейдете по ссылке в этом письме, попадете в нашу систему дистанционного обучения, на наш образовательный портал. Там вам надо будет зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрировались. И оттуда вы сможете скачать PDF-файл с фоксимильным изображением вебинара, на котором будут и все печати, и подписи правильные, и можете его использовать. Ну что ж, коллеги, на этом я хочу передать слово Татьяне и уйду в чат. Я буду присутствовать в чате, если будут вопросы к организации вебинара, я постараюсь к ним ответить. На остальные вопросы, пожалуйста, я прошу свои вопросы формулировать и писать во вкладочку «Вопросы», потому что по себе знаю, что очень трудно следить за общим чатом, особенно, когда достаточно много народу, и ваши вопросы могут уйти наверх, и спикер может не заметить. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши вопросы заметили, пожалуйста, пишите их во вкладку «Вопросы». Ну что ж, коллеги, с вводной частью я закончил. Спасибо вам за внимание и передаю слово... Спасибо, Павел Юрьевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Рада вас видеть сегодня на нашей встрече. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, видно ли рабочий стол? Поставьте, пожалуйста, хорошо ли видно. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если это так. Ага, спасибо. Если будут возникать... Видим и слышим. Спасибо, Павел Юрьевич. Если будут возникать какие-то проблемы со звуком, пожалуйста, сигнализируйте в чат. Ладно, по ходу-то. Итак, сегодня наша встреча очередная на цикле «Школы научной публикации». Это посвящено вопросам стандарта научной публикации в периодическом издании. И в какой-то мере мы сегодня... Некоторые итоги подведем того, что мы рассматривали на предыдущих вебинарах. Те, кто ходил, помнят. Мы различные аспекты рассматривали, касающиеся оформления, составления научных публикаций в периодических изданиях. И вот сегодня такой небольшой промежуточно подводящий итог вебинар встречи. Говоря о стандартах, есть несколько пониманий, что это такое. Несколько определений. Мы будем рассматривать скорее второй подход. Так, прибавить громкость. Хорошо, прибавим. Попробуем прибавить громкость. Угу. Мы будем... Попробуем рассмотреть те документы, содержащие некий комплекс правил, норм и требований. Если рассматривать как объект стандартизации... Если рассматривать как объект стандартизации научную публикацию, то вот с этой точки зрения мы и поговорим о том, какие есть лучше. Хорошо. Какие есть правила, рекомендации... Татьяна, у вас микрофон отвернут от... Наверх головы. Нет, 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 у меня... Все правильно. Это специально, да? Специально у меня другой микрофон, он как раз почти около рта. Я понял, хорошо. Это не рабочие, на это даже не смотрите. Понятно. Постараюсь просто немножко за счет изображения увеличить качество, улучшить качество звука и сделать его погромче. Если будет хуже слышно, пожалуйста, тоже сигнализируйте, я тогда просто погромче буду делать. Ага, спасибо. Ну, значит, вот так вот и будем продолжать. Главное, чтобы было слышно и видно рабочий стол. Вообще вопрос стандартизации научных публикаций – это достаточно сложный такой момент. Нет единого стандарта для всех научных публикаций во всех периодических изданиях вообще. Либо единого стандарта для публикаций в отечественных изданиях, либо в тех изданиях, которые индексируются в Scopus или в App of Science, для зарубежных изданий. Какого такого единого стандарта не существует. Поэтому чаще всего нам приходится обращать внимание на те требования тех изданий, в которых мы собираемся публиковать наши статьи. Ну, вот в феврале этого года вышло Министерством образования и науки, были разработаны краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. Библиографическое описание приведено, три основных момента, приведено на слайде, три основных момента, которых касаются эти краткие рекомендации. Касаются детально рассматриваться публикационный процесс, процедуры рецензирования и опубликования и общие принятые требования к структуре научной статьи. Данная информация предназначена и имеет своей целью повышения публикационной активности и направлена на помощь научным работникам, аспирантам, декторантам, диссертантам. Вышли они совершенно недавно, это где-то начало недели 2-3, наверное, в феврале этого года. И по этим кратким рекомендациям мы с вами для начала пройдемся, затем посмотрим, какие есть стандарты и стили оформления международной, принятой скопусы в App of Science, и несколько практических моментов, которые пригодятся при подготовке научных публикаций. Вот такая схема, что касается публикационного процесса. Вот такая схема приведена в кратких рекомендациях. Два основных этапа – это подготовка результатов исследований к публикации и непосредственно сам публикационный процесс, они представлены схематически. Когда стоит задуматься о публикации результатов своих исследований, скорее всего, на самых первых этапах своей научной работы, при получении результатов исследований на различных этапах. Вот весь публикационный процесс, он представлен здесь схематически. Так как подготовка к публикации связана с документированием результатов на каждом этапе, это важная часть рекомендаций, необходимо выбрать правильно научный журнал и правильно документировать полученные результаты. Вот один из разделов рекомендаций, посвящен как раз этому вопросу, по нему мы тоже пройдемся, кратко поговорим, рассмотрим, что там представлено. В основе выбора издания первый шаг – выбор научного журнала. В основе выбора издания лежит сопоставление тематики проводимого исследования и тематики самого издания. Ну и плюс важный момент, особенно для тех, кто готовится к защите диссертации, – это оценка временных параметров журнала, скорость рассмотрения принятой рукописи и скорость публикации статьи. Основные требования журналов, это уже относится к второму этапу, рассмотрение основных требований журналов, к ним относятся знания языка издания, соответствие стиля, качество рукописи, информативность, емкость и в то же время краткость материалов. Очень важно на этом втором шаге понимать этические принципы и нормы публикационного процесса, пренебрежение, которое может влиять на публикационную карьеру. Третий шаг – это рецензирование научной статьи. Рецензирование необходимо, помогает нам определять и научную значимость, и достоверность, оригинальность, соответствие тематики журнала, также соответствие этическим принципам и нормам публикационного процесса. Ну и по итогам три варианта, либо статья не проходит, либо отправляется на доработку, либо принимается. Четвертый этап связан с опубликованием, ему должен предшествовать договору передачи прав на опубликацию, и на этом же этапе осуществляется техническая доработка статьи, корректура, то, что связано еще с версткой, это может проходить как с участием автора, так и без него. Ну и последние три шага публикационного процесса – это продвижение научной статьи, отслеживание реакции читателей, мониторинг влиятельности, связан с измерениями, количество и качество цитат, индекс Хирша, влияние воздействия статьи на профессиональное сообщество, и последнее – это научная коммуникация. Мы публикуем не только для того, чтобы предъявить свои результаты, но и для того, чтобы через публикации найти единомышленников, для развития наших научных компетенций, обмен данными, обмен информацией, и этот момент тоже должен присутствовать, нужно учитывать при размещении научных публикаций и их подготовке. Кстати, о шестом пункте «Мониторинг влиятельности научной статьи», вот к нему относятся различные измерения, количество и качество цитат, индекс Хирша, и здесь важно разделять индекс цитирования и индекс цитируемости. Обычно индексом цитирования называют не число, это база данных научных статей, массив публикаций либо их библиографических описаний, то есть это та электронная система, в которой и происходит автоматический подсчет основных наукометрических показателей и количества публикаций, цитирований, индекс Хирша и другие, и отдельных ученых и организаций. Вот такая база данных индексирует библиографические списки каждой статьи, выявляется, что цитируется чаще, какие реже, то есть это сама база данных, то, что называется индексом цитирования. Индекс цитируемости, принятый в международном сообществе, это вот как раз тот самый показатель значимости научных трудов либо отдельного автора, либо научной организации, который представляет собой суммарное количество ссылок на его публикации, распределенные по годам, в научных периодических изданиях, реферируемых, и подсчитывается в наукометрических базах Web of Science и Скобус, ну и из российских ринцов. Поэтому то, что есть у автора, это не индекс цитирования, это индекс цитируемости. Импакт-фактор, Жанна Эльдаровна, у автора может быть? Или у организации? Да, да, про журнал, да. Просто сейчас мы говорили у автора, про авторов, поэтому так немножко меня озадачили вопросом про импакт-фактор. Да, у журналов, мы сейчас с вами к выбору журналов подойдем, и про выбор научного журнала, там как раз про импакт-фактор я скажу. Вот мы к нему как раз и переходим. Один из важных моментов, которые необходимо нам выполнить, это выбор научного журнала и пять пунктов, которые необходимо учитывать для того, чтобы выбрать то научное издание, в котором действительно стоит публиковать свою статью. Первое тематическое направление. Здесь важно помнить при выборе научного журнала, как для публикации, так и для отслеживания публикаций по вашей тематике, помнить закон Брэдфорда, закон рассеяния публикаций, научных публикаций, английский химик и библиограф Samuel Bradford в 1934 году в журнале Engineering предложил сходное по аналогии со строением атома модели распределения публикаций по каждой отрасли. Он выделил три основные, проанализировав 248 журналов электрохимии, он выделил три основные зоны. И, соответственно, этому закону в специальных журналах отраслевых данного профиля, число их невелико, помещается только треть публикаций. Вторая треть статей по данному вопросу оказывается опубликована в тематических, родственных журналах по смежным тематикам. И последняя треть публикаций рассеяна в огромном количестве периодических изданий, имеющих широкий профиль или общий научный характер, в которых появление статей данной тематики вообще иногда трудно даже предвести. Закон рассеяния публикаций имеет значение для, практическое значение, для того, чтобы отслеживать наши публикации и правильно выбирать журнал для публикации своей статьи. Охват всех публикаций по какой-либо отрасли или предмету не может быть обеспечен, если мы ограничимся только просмотром либо публикациями в профильных журналах, даже если в журналах по родственной тематике. Необходимо использовать все эти три зоны, все журналы, входящие в эти три сектора. Поэтому очень важно для нас уметь быстро и найти журналы, и для собственных публикаций, и для того, чтобы отследить те публикации, которые выходили по нашим тематике в научных изданиях. В этом нам помогают тематические запросы по ключевым словам, перечине журналов в базах Scopus of Science и инструменты поиска и анализа журналов. Вот эти инструменты для поиска и анализа журналов я вам привожу на сайте. Все ссылки рабочие, проверяла. Можно воспользоваться любой из них, можно воспользоваться всеми для поиска журнала по тематике собственной работы. Также второй пункт, как мы можем осуществлять выбор научного издания, это через выбор издательства. На сайтах крупнейших издательств здесь я вам тоже привожу список крупнейших издательств, занимающихся изданием научно-периодических изданий. Ссылки работающие, с презентацией, когда скачаете, можно будет по ним перейти и использовать в своей практической деятельности. Оценка политики журнала. Один из важных пунктов, мы с вами говорили, это знание этических норм и правил публикации. Многие журналы размещают, издания размещают в открытом доступе эту информацию. Можно ее искать по изданиям, по сайтам издания, либо воспользоваться вот таким ресурсом, шерфа Ромел, который позволяет найти и познакомиться с издательской политикой журналов, которые размещены на этом ресурсе. Выбор там достаточно большой. И следующий момент оценка параметров журнала. Это вот как раз то, о чем спрашивали коллеги про импакт-фактор. Импакт-фактор, да, вот на этом этапе мы его оцениваем, обращаем на него внимание. Это характеристика среднего числа ссылок, сделанных в отчетном году на статьи журнала, которые были опубликованы в течение двух, либо пяти предыдущих лет. Определяется он только для журналов, индексируемых в Web of Science, а для гуманитарных и социальных наук не рассчитывается. Есть еще один из параметров, еще один из индексов, сайт-скор, также рассчитывает среднее число, характеризует среднее число ссылок, сделанных в отчетном году на статье, опубликованной в течение трех предыдущих лет. Вот он определяется только для журналов, публикуемых в скобус. То есть импакт-фактор это для Web of Science и сайт-скор для журналов скобус. Есть еще разделение журналов по категориям, так называемые квартели. Категория научных журналов отражает уровень цитируемости, востребованности журнала в научном сообществе. И таких квартелей есть четыре. Наиболее авторитетные журналы попадают, как правило, в квартели Q1, Q2. Ну и самый низкий – это Q4. Вот это тоже можно использовать при выборе издания. Ну и пятый момент – это анализ данных о журнале. Про него мы уже с вами говорили. Это скорость, во-первых, скорость приема рукописи и работы с ней, и скорость публикации. Следующий момент, важный, отраженный в рекомендациях, касается общепринятых требований к структуре научной статьи. Как на одном из предыдущих вебинаров мы с вами рассматривали структуру научной статьи, примерно она совпадает с тем, что представлено в новых рекомендациях. Заголовок. 10-12 слов. Нет, не используются аббревиатуры и формулы. По поводу ключевых слов. На одном из вебинаров, я помню, у нас был такой вопрос от слушателя «включать, не включать». Разгорелся небольшой спор. Надо, не надо. Вот ответ в кратких рекомендациях в феврале этого года нам дали. Да, содержит ключевые слова. То есть ключевые слова в заголовок «включаем». Не больше 10-12 слов вообще, среди которых должны быть ключевые слова. Сведения об авторах. Обязательно, помимо фамилии и имени, отчества, должна быть аффилиация, организация, город, страна. При этом название организации должно совпадать с названием организации в уставе. На русском и на английском. Высказано пожелание к транслитерации. Тоже важный момент. Постарайтесь соблюдать единообразие во всех статьях при транслитерации названия организации и своих собственных данных. Из-за этого потом возникают проблемы с поиском собственных работ либо с поиском необходимых статей. Из-за того, что не соблюдается правило транслитерации, не соблюдается правило единообразия. Ну, так же, как с библиографическими описаниями. Можно написать так, можно написать так. Есть различные вариации. ГОСТы все-таки носит у нас рекомендательный характер. Но принцип единообразия при публикации должен соблюдаться. Очередность упоминания авторов. Также важный момент. Не обязательно по алфавиту. Чаще всего от их вклада в выполненную работу. Поэтому здесь в алфавитном порядке алфавитный порядок может не соблюдаться. аннотация. В среднем 150-250 слов в зависимости от тематики журнала по различным наукам. Различное количество слов рекомендовано. Обязательно должна быть отражена актуальность тематики, постановка проблемы, цели, методы, результаты исследований и ключевые выводы. Основное содержание, что должно быть в аннотации. Ключевые слова 8-10 слов и словосочетаний в среднем по некоторым направлениям областям научной деятельности допускается от 6 до 12 слов. Ключевые слова должны отражать специфику темы объекта результата исследований. Основные приложения. Это 3-5 пунктов, кратко отражающих ключевые результаты исследований. Текст статьи, благодарности, как элемент структуры вынесен, сейчас рекомендован к использованию, признательности, благодарности коллегам, организациям от авторов. И референсы, список источников, только, напоминаю, источники, использованные при подготовке, и чаще всего соответствующие, обязательно соответствующие стандарту, принятому в данном издательстве, чаще всего для публикации в изданиях, индексируемых в международных базах, наукометрических базах данных, используется 8 международных стандартов. Чуть попозже мы по ним кратко с вами пройдемся, как и стандарты применяются. Ну и текст. К тексту тоже есть кратких рекомендаций указания, что рекомендовано использовать в данном элементе структуры введение, актуальность в тематике обзор, постановка проблем и цельсодачи, детальное описание методов, схем, алгоритмов, исследования, наблюдения, экспериментов, результаты, в любом виде, в текстовом, графическом, обсуждение, интерпретация результатов, включая соответствие гипотезе, ограничение исследований, обобщение результатов, все это должно быть отражено в данном элементе этого раздела. И предложение по практическому применению направления будущих исследований. Ну и заключение здесь все понятно. Единственное, что рекомендация была выделена отдельно, краткие итоги без повторения формулировок, приведенных в тексте статьи. То есть формулировки повторяться не должны. И следующий момент, который мы с вами затронем, это стандарты и стили оформления библиографических ссылок и стандарты оформления текстов научных публикаций в различных изданиях, которые соблюдают тот или иной стиль. В основном это касается публикаций в изданиях, индексируемых в App of Science и в Скокус. Я постаралась вам сделать это, чтобы подробно не останавливаться на рассмотрении каждого стиля. Их достаточно много. Мы возьмем 8 основных, которые чаще всего встречаются, чаще всего это в изданиях Скокуса. Я вам постаралась сделать 8 стилей в виде такой интерактивной шпаргалки. То есть очень кратко по каждому из стилей мы пройдемся. И каждый из этих стилей будет содержать 1-2 слайда с интерактивными ссылками для того, чтобы вы могли перейти на найти нужный материал. Если вдруг по роду своей деятельности столкнетесь с такой необходимостью воспользоваться, нужна будет информация по оформлению научной публикации именно в данном конкретном стиле. Поэтому я вам такое интерактивное небольшое пособие сделала. Презентация у нас сохраняется. На ссылке рабочие. Все ссылки проверяла. Единственное, что не все пособия, не все руководства, не все справочники, содержащие шаблоны оформления и образцы можно скачать бесплатно. Не все они находятся в бесплатном доступе. Некоторые организации, некоторые издания закрывают их. Доступ только платный, либо со скидкой для аффилированных членов. МЛА, кстати, предоставляет возможность аффилированным членам после регистрации скачать их руководство бесплатно. Для всех остальных оно платное. Но есть на официальных сайтах разделы вопросов-ответов, которые доступны и без регистрации. Есть подсказки, поэтому вполне можно найти нужную информацию на официальном сайте и оформить в соответствии с требованиями нужную статью. Первый стиль МЛА – это стиль современной ассоциации современного языка. универсальный используется в основном в области гуманитарных наук, в основном связанных с языком, социологией и культурологией. Это универсальный набор инструкций, которые авторы могут применять к источникам любого типа. Официальный сайт проведен здесь. И есть справочник МЛА. Восьмая редакция, совершенно свежая, по состоянию на апрель 2016 года, разной версии. Бесплатно скачать экземпляр можно, но только после регистрации для членов этой организации. Академический стиль МЛА используется в США, Канаде и некоторых других странах для создания письменных работ, связанных с языком, в первую очередь с английским языком, литературой, средств массовой информации, культурологии и смежной дисциплины. Что интересного есть еще на этом сайте? Есть интересный вот такой краткий гайд по составлению описаний. Своё это не генератор, своё описание составить нельзя, введя туда данные. Ну, он пошагово объясняет, даёт схему, представляет схему описания, как оно должно выглядеть и подробно объясняет, откуда из какого источника, откуда из источников нужно брать информацию, куда записывать и что можно получить на выходе. Такой-то интересный путеводитель есть, которым можно пользоваться. Следующий стиль Американской психологической ассоциации. Первое издание вышло в 1929 году, сейчас уже, по-моему, шестое. Используется для оформления цитат и источников по психологии, образованию и социальным наукам. Часто используется медицинскими журналами. Руководство по публикации Американской психологической ассоциации предназначено для студентов, преподавателей, а также писателей и редакторов в области социальных психологических наук. Содержит рекомендации по всем аспектам процесса создания публикации. Не только... Кстати, это касается многих руководств, многих хэндбуков и учебных пособий, которые здесь представлены. Вернее, большинство из них содержит рекомендации по стилю не только в части оформления библиографических описаний, ссылок и референсов, но и касается... Рассматривают многие вопросы, которые касаются оформления статей академического стиля, принятого для изданий, входящих в эти ассоциации, в эти организации, использующих данный стиль. Поэтому при подготовке публикаций вот эти учебные пособия будут полезны не только для оформления списков источников, но и для подготовки самого текста публикации. Здесь же содержатся ответы на многие вопросы о бытике авторства, о политике, о бытике публикационного процесса. И предлагаются рекомендации по выбору заголовков, оформлению таблиц, рисунков, научному стилю статей. Есть бумажные версии, есть у этой же ассоциации онлайн-курс обучению стилю, но достаточно дороговатый. Можно обойтись вполне блогами. Следующий стиль, который часто встречается, это чикагский стиль цитирования, который называют еще иногда библии редакторов. Известен с 1906 года, был разработан университетом чикагской прессы, и в 2010 году вышла последняя версия, 16-я редакция. Стиль применяется в социально-научных публикациях и во многих исторических журналах. Также охват, здесь рассматривается ряд вопросов подготовки не только списка источников и оформления ссылок, но и подготовки самой рукописи, публикации, вопросы грамматики и многое другое, то, что относится к данному стилю. Турабиан может встретиться и такой стиль реже, это примерно то же самое, что и чикагский стиль, чаще всего используется для издания по литературе, истории, искусству, но с небольшими различиями. В основе этого стиля лежит Мария Маджитовна, есть такой учебник Турабиана, Мария Маджитовна. Вот в основе ага, отлично, в основе этого стиля лежит действительно книга Кейт Турабиан, справочник для составителей исследовательских работ, дипломных работ и диссертаций. Это своеобразная инструкция для подготовки и оформления студенческих и диссертационных работ, и поэтому стиль назван по имени автора, по книге, которую она разработала, разрабатывала для Чикагского университета, поэтому эти два стиля идут рядом. за исключением небольших различий, это стиль примерно то же самое, что и чикагский, но если чикагский стиль представляет собой руководство для публикации в общем, для публикации в периодических изданиях, а вот справочник Кейт Турабиан это скорее инструкция для подготовки и оформления студенческих и диссертационных работ, поэтому в профильных изданиях, в отраслевых изданиях стиль Турабиан не так часто применяется, а вот для аспирантов, для магистрантов, для диссертантов, для научных руководителей это может быть ценным ресурсом, ценным источником для работы и подготовки работ. Да, еще вот здесь, на этом сайте, который здесь приведен, есть интересная страничка, этот электронный ресурс содержит руководство по предыдущим рассмотренным двум стилям в сравнении их с чикагским. Есть медиафайл, который содержит PDF в табличку, где идет сравнение по различным типам публикаций, как в этих трех стилях современного языка психологической ассоциации и чикагский стиль, чем они отличаются. Поэтому в качестве шпаргалки очень удобно его использовать. Поэтому ссылочку себе на вооружение берите, если с этими стилями столкнетесь. в них легко можно разобраться и вот именно здесь есть такая интерактивная хорошая подсказка по различным стилям. Наш любимый гарвардский стиль, который чаще всего у нас встречается самой распространенной в области социальных и гуманитарных наук или называют его еще стиль автор дата, используется в публикациях академического характера. Достаточно подробные рекомендации по составлению пристатейных списков и гарвардскому стандарту практически для всех видов публикаций есть на сайте издательства Эмераль. И вот здесь я вам привожу два источника. Ссылка действующая на сам сайт где есть интерактивное еще пособие интерактивное возможность исследовать все особенности задать вопросы и второе формате pdf это такой study guide сиднейского университета по гарвардскому стилю. Еще одно пособие полезное для оформления работ и списка источников в соответствии с гарвардским стилем это издательство Эверского университета тоже в формате pdf ссылочку я вам сюда привожу его особенность можете сразу увидеть вот несколько страничек специально вывела на слайд очень много примеров очень много образцов и он построен по такому принципу справочного издания которым очень легко удобно пользоваться особенно в условиях ограниченности ресурса времени еще один стиль который встречается реже это стиль американского химического общества понятно что для работ в области химии третье издание вышло руководство по этому стилю также включает себя инструменты обучения как писать статьи как эффективно использовать научную информацию и списку литературы и оформлению ссылок здесь посвящена отдельная глава в особе интерактивную можно пользоваться вот данные вы здесь приведены библиографически еще один стиль это мы уже от гуманитарных наук переходим к техническим стиль американского института физики он основан на специально разработанном стиле который изложен вот в этих двух посудиях во-первых учебник мануал в формате pdf это касается он касается в основном вопросов библиографического оформления оформления списков ссылок вот эту инструкцию можно скачать инструкцию автора можно скачать сайта организации здесь больше информации для подготовки текстов статей для оформления если вдруг вы с этим стилем столкнетесь это будет хорошее пособие хорошее помощь еще еще один стиль предпоследний стиль института инженеров электротехники и электроники области применения это в основном научные работы по электронике информатике правила правила этого стиля изложены в двух учебниках в двух хэндбуках которые доступны на сайте организации сайт организации есть и ссылки на эти учебные пособия я вам тоже сюда даю они в формате pdf их можно спокойно скачать и использовать если это необходимо ориентироваться на них можно они достаточно свежие по-моему 14-го или 16-го года и последний стиль с которым мы вернее даже два стиля с которыми мы можем столкнуться это да ванкуверский стиль и стиль Американской медицинской ассоциации в основном для по названию понятно что это для медицинских изданий изданий по медицине также вам привожу две ссылки на сайт где есть возможность кратко просмотреть в интерактивном формате такое интерактивное пособие по оформлению и ссылка на руководство по стилю очень подробно очень много схем очень хорошо составлено поэтому если ваша тематика это медицина и требуется оформление по этому стилю пожалуйста сюда ванкуверский или цифровой стиль его еще называют стиль подстрочная сноска ссылка в конце документа применяется во многих журналах особенно в области биомедицины есть в онлайн он выложен недавно в 2009 году прошу прощения и вот два пособия которыми можно пользоваться которые доступны в открытом доступе в формате pdf я их вам здесь представляю во втором варианте который не очень красивый и красочный но здесь очень хорошие таблицы по подсказке по оформлению ссылок и списка источников очень много образцов приведено практически на все библиотокументы включая электроны ну и маленький маленький такой экскурс в нашей стиле подводя итоги различия разные примеры оформления библиографических описаний по всем этим восьми стилям которые чаще всего используются в научных изданиях вот они здесь приведены в основном это касается использования курсива либо обычного шрифта разное положение года издания использования и не использования скобок и так далее ну вот примерно как это должно выглядеть приведено здесь по книгам и по статьям по оформлению ссылок в отечественных изданиях там 8 стилей международных мы поговорили а вот наш чуть-чуть не забыли это ГОСТ R705 2008 кстати в новых рекомендациях упоминаются три ГОСТа 2003 2001 и 2008 года чаще всего мы используем затекстовые ссылки про них мы и про оформление ссылок мы уже на предыдущих вебинарах тоже говорили можно посмотреть записи но так вкратце напоминаю основные моменты которые нам нужно помнить да при оформлении для публикации скобок и в пофсаймс используются только кавычки лапки елочки не применяются в некоторых источниках вы можете дающих рекомендации по оформлению ссылок и списков вы можете столкнуться с наличием елочек при копии пейсе такое иногда происходит поэтому следите чтобы у вас все-таки менялось на лапке и не было этого неожиданной радости в оформлении схема описание источников в референсис общая схема также ее привожу вам здесь что обязательно должно быть с примером и правило описание для скобус такая схема общая на этом слайде я вам тоже привожу и по транслитерации мы с вами говорили что транслитерация обязательно должна использование транслитерации мы должны соблюдать принцип единообразия в изданиях в основном в требованиях к публикациям различных изданий обычно приводится требование к транслитерации в каком формате ее нужно приводить в данном издании вот есть несколько систем это библиотека конгресса США БДЖН и госдепартамента такая табличка подсказка по транслитерации как должно быть в той или иной системе она здесь приведена также отдаю и вам в качестве такой шпаргалки при подготовке научных публикаций к статье публикация ну и ресурсы для транслитерации самый простой это транслит в принципе общеизвестный но на всякий случай тоже его сюда размещают для того чтобы единообразие соблюдать по оформлению текста общие требования которые чаще к шрифтам межстрочным интервалом и прочим деталям оформления текстов по большинству изданий они вот такие где-то отсмотрел больше ста изданий различной тематики различной различных отраслей примерно одно и то же times new roman aerial межстрочный интервал требования к обозациям выравниванию и так далее различия могут быть в некоторых изданиях особенно если это касается оформления в соответствии с одним из восьми стилей которые мы сегодня рассмотрели поэтому все-таки учитывая общие требования на требования конкретных изданий внимание обращайте прочитайте внимательно ну и при подготовке статьи еще один инструмент который может нам помочь индекс флэша индекс флга индекс сложности текста определение сложности текста для восприятия и уровня добыча текста для научной литературы показатели примерно должны быть вот такие в этих пределах для определения для работы с этими индексами есть определенные тестеры в открытом доступе ничего там регистрировать не надо платить тоже вот три таких инструмента я вам тоже здесь даю единственное что там может быть ограничение по количеству символов на одном из них было по-моему до 500 знаков в другом побольше 1000 1500 но в принципе весь текст нам загонять и не нужно для того чтобы определить индекс рекомендуется брать три кусочка где-то по 500 знаков из начала и середины и из конца например параграфы или основного текста статьи и их уже по ним уже смотреть их уже тестировать последний ресурс сайт оценки читабельности текста будет полезен тем кто пишет статьи на английском языке вот для русскоязычных текстов он не подходит а для англоязычных очень даже он заточен как раз под англоязычные тексты по требованиям к оформлению формул чаще всего либо требования отсутствуют полностью либо есть требования изданий использовать специальные редакторы формы чаще всего либо это матайп он интегрируется в любой офис работает под XP и Vista но требует установки либо урезанная его версия входит в комплект Microsoft Office и как ее найти как вставить формулу текстовый наш файл лордовский я вам здесь краткую инструкцию привожу и напоминаю про горячие клавиши которые мы пользуемся для того чтобы вставить верхние нижние индексы с помощью горячих клавиш ну вот урезанный редактор формул достаточный для того чтобы использовать его в статье в статьях вот он здесь прибудется единственное что при наборе формул в этом редакторе не следует чередовать фрагменты из редактора формул набранные в тексте строке основным шрифтом и те которые набраны с помощью команды вставка силь нужно следить быть аккуратным если уж начали пользоваться этим редактором то пользуемся только этим редактором не комбинируем итак коллеги мы сегодня с вами познакомились вкратце с несколькими пунктами основных кратких рекомендаций по подготовке научных публикаций посмотрели восемь основных которые в данный момент можно рассматривать как рекомендации ну и как выход на стандарт оформления научных публикаций познакомились с восемью чаще всего используем стилями оформления источников и списков источников ссылок и собственно самих статей которые предъявляются к публикациям научных изданиях рекварируемых в публикациям публикациям узнали что такое что индекс цитирования индекс цитируемости это несколько разным вещам посмотрели как основные пять пунктов предъявляемых к выбору журнала более подробно требования журналов крупных издательств можно будет посмотреть в кратких рекомендациях о которых мы сегодня говорили итоговая версия кратких рекомендаций в слайде в самом начале там где была схемка посмотрите пожалуйста я вам тоже даю ссылку на этот файл можно будет поподробнее познакомиться естественно что за один час мы все просто с вами не успели бы охватить но имейте ввиду что в разделе 4 там где приводится в рекомендациях требований журналов крупных издательств это своего рода стандарты но стандарты тоже обобщенные потому что в каждом отдельном издании относящимся к той или иной области все равно могут быть свои отличительные требования поэтому общие берем к сведению но на конкретные рекомендации конкретных издательств внимание обращаем итак коллеги если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте вот вижу один у нас во вкладочке Ерофеева только пожалуйста во вкладочку вопрос если не затруднит Тамара Ивановна надо ли ставить запятую после фамилии тире между основными сведениями и местом изданиям в каких описаниях Тамара Ивановна здесь есть различия говорим о ссылках либо говорим о списке источников по гос 2003 в принципе да запятую после фамилии и для оформления ссылок после фамилии мы ставим тире между основными сведениями и местом издания по списку источников да да хотя опять же гост штука хитрая он хоть и гост но носит рекомендательный характер поэтому ориентироваться нужно еще на те требования на те методические рекомендации которые разработаны в вашем учебном заведении либо той организации библиографирующей организации имеет право да вносить свои рекомендации к госту поэтому на это тоже обращайте внимание но в принципе по госту запятая после фамилии ставится тире между основными сведениями и местом издания значит смотрите Тамара Ивановна нет тире есть точка тире вот место издания как отдельная область библиографического описания перед ней ставится точка тире тире отделяется двумя пробелами особенности для коммунитарных наук какие можно выделить Галина Владимировна если по стилю оформления чаще всего используется если мы говорим про издания реферируемые в наукометрических базах в то чаще всего используется гарвардский стиль как для оформления ссылок так и для оформления списка источников референсов кстати во многих отечественных изданиях которые реферируются входят в число реферируемых в этих базах данных сейчас идет переход от ГОСТа к гарвардскому стилю поэтому смотрите требования оформлению и ориентирует ориентир все-таки на гарвардскому стилю каким ГОСТом преимущественно пользоваться спрашивает Елена Дмитриевна Елена Дмитриевна смотря для чего если для оформления ссылок то это восьмой если составление списков источников то опять же для чего если это диссертационное исследование ориентируйтесь на 2011 не идеал много сейчас вопросов возникает к этому ГОСТу все-таки дай бог на дворе 17-й год а с 11-го он не переиздавался там много вопросов есть к нему но пока он действует поэтому свои исследования свои диссертации мы все-таки оформляем по ГОСТу 2011 если это список источников не к диссертационному исследованию не при статейной библиографии а отдельно может рассматриваться как отдельно библиографический указатель тот же список источников например КВКР по ГОСТу 2003 оформление идет если мы говорим об оформлении электронных ресурсов то 2001 но опять же многих примеров что касается электронных ресурсов составления библиографических описаний это вообще больной больной вопрос приходится комбинировать приходится использовать ГОСТ как рекомендацию потому что многих образцов на тот момент когда составлялся 16 лет назад их они просто не рассматриваются поэтому здесь есть сложности что касается оформления электронных ресурсов здесь и много споров возникает много вопросов вообще ГОСТ требует уже основательной доработки потребностям он уже не сильно отвечает как оформляются термины в кавычках внутри прямой цитации Ирина Львовна нужно смотреть по методическим рекомендациям либо это статья либо вы говорите о ВКР либо диссерпационной работе какие требования к оформлению предъявлены там мы говорили сейчас про елочки не применяются если не применяются тогда остается только одно номер актуального ГОСТа по оформлению печатных работ Елена Петровна вопрос можете сказать полный номер актуального ГОСТа по оформлению печатных работ уточните пожалуйста номер сейчас на вскидку может быть и не скажу но напишу рассылку мы будем делать поэтому этот вопрос я могу отразить там только напишите пожалуйста Елена Петровна что вас конкретно интересует по оформлению каких работ печатных печатных работ для ВКР так делаем проще Елена Петровна я вам оставляю и всем участникам нашим сегодняшним свой адрес на последнем слайде он есть напишите пожалуйста что что вас интересует в принципе для ВКР используется для составления библиографических списков использованных источников ГОСТ 2003 для оформления ссылок ориентируемся на 2008 если иного не предусмотрено в методических пособиях методических рекомендациях вашего ВУЗа в некоторых ВУЗах могут быть различия поэтому сначала посмотрите в тех методичках узнаете у своих библиографов что рекомендуют они в вашем конкретном ВУЗе если никаких особых требований нет тогда ГОСТ 2003 для списка источников и 2008 для оформления ссылок если нужно полное название со ссылками на этот ГОСТ вы мне просто напишите пожалуйста письмо и я вам тогда пришлю ссылки на этот ГОСТ потом можно будет воспользоваться ГОСТ разрешает не ставить тире перед городом издания и перед страницами Елена Петровна какой ГОСТ и в каком пункте в ссылках да в 2008 либо мы там допускается два варианта мы можем не ставить точку тире мы можем ставить только точку но опять же в принципе единообразие либо по всему описанию у нас эти точки либо либо нет по ГОСТ 2003 мы ставим точка тире это знак это один знак тире это не отдельный знак точка тире это один знак который отделяет области библиографического описания друг от друга по ним мы ориентируемся где заканчивается одна область внутри которой может быть еще дополнительно большое количество факультативных элементов где начинается другая поэтому Мария Маджитовна хотела поделиться информацией есть возможность использовать специальные программы автоматически сортировать ссылки в разных стилях да есть и генераторы еще руководство Мария Маджитовна спасибо за такой пример взаимопомощи взаимоподдержки студенческой руководство по использованию программы на английском спасибо посмотрим обязательно и возможно включу в список да есть большое количество спасибо большое за ссылки интересно посмотрим сортировать ссылки в разных стилях да есть еще автоматические генераторы которые позволяют создавать ссылки в разных стилях но с ними нужно очень осторожно лучше всего проверять все равно проверять приходится как бы это не было автоматизировано какой бы хорошей штукой не был автоматический генератор вордовский точно надо проверять если вы пользуетесь встроенными генераторами формирования списков ворд проверять нужно точно поставили запятую либо не поставили запятую и у вас все описание посыпется нужно знать правила библиографического описания хотя бы его основы имейте ориентиры или образцы и генерируя в автоматическом режиме обязательно сверяться именно поэтому я сегодня вам постаралась дать большое количество ссылок на различные руководства посудия интерактивные в PDF формате с тем чтобы если вы воспользуетесь автоматическими генераторами не поленитесь потом пожалуйста проверьте по ГОСТам по образцам по рекомендациям официальным рекомендациям тех ассоциаций которые эти стили разрабатывают потому что машины машинами но человеческий фактор все равно никто не отменял и наши разработчиков всегда нужно форматировать всегда нужно следить на это пожалуйста обращайте внимание каким бы хорошим автоматически генератор не был у нас со студентами один генератор работает который сами разработали без без ошибок это генерирование списка источников по ГОС 2003 для книг одного двух трех четырех и более авторов вот вот он работает да но на большую сил пока не хватило он работает правильно а Елена Петровна ГОС 2003 пункт не скажу не помню Елена Петровна напишите пожалуйста интересный момент мы с вами посмотрим да Татьяна Алексеевна программа библиографические менеджеры и есть в Менделай например такая вещь управление создаваемыми текстами и управление ссылками цитатами есть Наталья Модестовна здравствуйте вы все-таки успели рада вас видеть спасибо вижу знакомые лица Людмила Сергеевна не переживайте ничего страшного запись будет презентация будет скачать можно встреча наша тоже не последняя поэтому коллеги если возникают какие-то вопросы после вебинара пожалуйста адрес моей электронной почты есть смотрите тему следующего вебинара здравствуйте Михаил Павлович и если возникают какие-то вопросы пожелания пожалуйста присылайте на мой адрес я постараюсь их учить при подготовке к дальнейшим вебинарам вы можете посмотреть расписание когда мы с вами встречаемся темы и прислать свои пожелания вопросы по этим темам постараемся их учесть в следующих вебинарах так чтобы для вас это было максимально полезно Михаил Павлович ничего что не успели к началу главное успели к концу итак коллеги на этом мы сегодня наверное вопросов больше я не вижу если вдруг что-то случайно пропустил из общей вкладки не обижайтесь пожалуйста напишите мне тогда на почту я постараюсь или ответить вам лично или на следующем вебинаре начнем с этого итак коллеги мы с вами сегодняшнюю встречу завершаем благодарю всех за такое активное участие за внимание к тематике буду благодарна вашим отзывам можно писать в чат можно присылать на почту большое всем спасибо и наверное до новых встреч ну и наверное наверное на этом мы расстанемся а я передам слово коллеги я беру слово чтобы тоже попрощаться с вами и еще раз для тех кто не увидел эту ссылку запись этого вебинара будет опубликована через некоторое время на нашем учебном видеоканале на ютубе по вот этой вот ссылке заходите подписывайтесь и будет вам запись сможете ее пересмотреть еще раз коллеги я прощаюсь с вами спасибо Татьяне Викторовне за такой интересный вебинар сегодняшний и мы ждем вас на наших новых вебинарах в том числе и на вебинарах которые проведет Татьяна Викторовна в будущем еще у нас несколько вебинаров есть в этом следите за расписанием за нашим расписанием давайте расписание еще раз дам потому что я видел что люди заходили новые могли не увидеть вот расписание наших вебинаров да мы старались сделать красивое расписание поэтому даже не успели к первому до к январю вот только к февралю сделали ну вот надеюсь что оно вам понравится и позволит вам посетить все вебинары которые у нас есть спасибо вам до свидания спасибо уважаемые коллеги я тоже наверное с вами попрощаюсь всего доброго всем доброго